В последнюю пятницу уходящего года на Вольской земле состоялось важное для всего региона событие – заседание административного совета. Оно прошло под председательством губернатора Валерия Радаева. Основным, пожалуй, стал первый вопрос повестки дня – проведение в области года культуры, каковым объявлен наступающий 2014-й. Но не менее актуальными были и две другие темы, обсуждавшиеся на административном совете. Это реализация федерального закона номер 185 о фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и готовность дорожного комплекса области к работе в зимний период. Но прежде чем глава региона, представители правительства, главы практически всех муниципальных районов области, вольских поселений, депутаты, в числе которых был наш представитель в областной думе Владимир Дерябин, и общественность собрались в одном из залов картинной галереи на совещание, они проехались по Вольску. Визит районных глав начался на производственной базе ООО «Автотрасса», а продолжился посещением производства «Волгоцемент». Не менее интересными для гостей оказались встречи с коллективами нового детского сада «Островок». Его строительство в качестве положительного примера приведет на заседание Валерий Радаев. Центр дополнительного образования «Радуга», где вольские педагоги и их воспитанники продемонстрировали свои достижения в области декоративно-прикладного творчества. Особенно яркой была экскурсия в детскую школу искусств номер 5. Последним объектом в программе посещения Вольска стала картинная галерея, где, собственно, и прошло заседание административного совета. Главы районов области с удовольствием прошлись по залам галереи, осмотрели выставочные экспозиции, а заодно поделились с журналистами впечатлениями от визита. Получили массу таких добрых впечатлений, очень люди радуют, они улыбаются, встречают. Детишки, я даже своим коллегам замечание говорю, с таким лицом надо ходить на работу, с улыбкой. Мне понравилось, очень много сделано, и садик прекрасный сделали, и перспективы есть, и промышленность развивается, современные. Я думаю, что поездки такие губернаторы абсолютно правильно сделали, что нас собрал именно не в Саратове, а есть, что посмотреть и есть, куда стремиться. Зампред Сергей Канчер также считает, что Вольску есть чем гордиться. Вольская жизнь поинтересовалась у него, как район справляется с задачами, которые будут сегодня обсуждаться на совете. Вольские дороги, как и любые другие дороги Саратовской области, сегодня находятся в удовлетворительном состоянии. Нам в летний период времени удалось всю опорную сеть капитально отремонтировать, и сегодня нет участков дорог регионального значения, которые были бы непроезжими или в неудовлетворительном состоянии. Конечно, надо сказать о том, что зима нас продолжает баловать, и обильных снегопадов до сегодняшнего дня мы не наблюдали. Но у нас, если такое произойдет, а такое, конечно, случится, и снегопады будут, и морозы будут, все будет, то мы к таким погодным явлениям готовы. Действительно, в течение всего заседания совета Вольский район упоминался неоднократно и практически без исключений с хорошей стороны. Глава администрации Игорь Пивоваров сменил за трибуной первого выступающего, министра культуры Светлану Краснощокову. Игорь Иванович рассказал коллегам о том, как живет и развивается вольская культура, и показал тоже, продемонстрировав в дополнении к своему докладу видеофильм. Еще до начала заседания замглавы администрации района по социальным вопросам Татьяна Гаранина поделилась своими мыслями о будущем вольской культуры. На будущий год мы очень ждем двух проектов, которые должны обязательно осуществиться. Это давнишняя мечта наша сделать в нашем музее виртуальную версию русского музея. То есть, заходя в учреждение нашей картины галереи, мы сидим за компьютером в большом зале и находимся в залах музея в Санкт-Петербурге. И второй проект, который тоже, думаю, очень осуществим, это реставрация школы искусств номер пять. При обсуждении второго вопроса повестки дня о реализации федерального закона о фонде содействия реформированию ЖКХ, Вольский район был назван в числе тех, где работы по компремонту многоквартирных домов завершены, отметил докладчик министр строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин и ответственный подход вольчан к этой задаче. В числе тех городов региона, где строительство домов под переселение из аварийного жилья идет полным ходом, министр также упомянул Вольск. А тем, у кого дела идут не очень, Валерий Радаев прямо посоветовал поучиться у Вольского района. В завершение заседания были подведены итоги смотра конкурса на лучшее оформление населенного пункта к празднованию Нового года. Губернатор лично вручил победителям грамоты. В их числе был и глава администрации Вольского района Игорь Пивоваров. Наше село Черкасское стало обладателем второго места в одной из номинаций конкурса. Ольга Кирсанова, Вадим Коголиченко, информационный центр «Вольская жизнь».